Это очень крутой опыт и когда ты понимаешь, что ты находишься внутри мероприятия, ты видишь все его плюсы и минусы изнутри, но это по-настоящему здорово. Ты понимаешь, как организовать лучше, как учесть все недочеты в дальнейшем. Плюс у нас еще универсиады впереди и нужно действительно подготовиться к этому максимально. Виолетта Другова одна из сотен неравнодушных горожан. Волонтерское движение существует в Красноярске более 10 лет. Добровольцы помогают старикам, ухаживают за больными, организуют мероприятия для детишек с ограниченными возможностями. Они возрождают традиции, принимают участие в Красноярском городском и экономическом форумах. Только к 70-летию победы в Великой Отечественной войне волонтерами было подготовлено более 100 проектов. Теперь у добровольцев появился центр, в котором они смогут обсуждать новые идеи, обмениваться опытом. Один из трендов сейчас как раз таки неформальное образование. И здесь также можно будет проводить различные встречи, мастер-классы, лекции. Волонтеры показывают мэру свой будущий дом. Ничего подобного в городе до этого не было. Сейчас на Красномосковской 42 заканчиваются отделочные работы. Волонтерский дом откроется в ноябре. Это пространство должно помочь реализовать самые смелые идеи молодежи. Здесь они будут разрабатывать и воплощать в жизнь свои проекты и замыслы. И сколько же проектов вообще сейчас уже существует, которые будут производить волонтеры? Проектов на самом деле очень много и разные направленности и социальные, и событийные. Мэру волонтерский центр понравился. Здесь, на Красномосковской, к универсиаде намерены подготовить до 5000 добровольных помощников. Городоначальник считает, что эта площадка должна стать по-настоящему открытой для всей молодежи. Я подчеркиваю, что это не офисное помещение, не помещение для того, чтобы люди, которые получают деньги из бюджета, здесь организовывали работу молодежи. Речь идет о том, чтобы здесь создать пространство для того, чтобы инициативная, активная, независимая, в хорошем смысле этого слова, молодежь собиралась и обсуждала свои проекты. Новый волонтерский центр первый, но не последний. Мэр уверен, что такие должны появиться в каждом районе города. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтова Новости.